Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке АО «Коммерческий банк Хлынов». Финансовые, государственные, муниципальные услуги, окна МФЦ. Один банк – все услуги для бизнеса. Он надежный, на него можно положиться. Доверяю ему, как проверенному деловому партнеру. Он помог мне встать на ноги. С ним я сделала свой бизнес успешным. Банк Хлынов. Банк Хлынов. Мой надежный бизнес-партнер. Подробности в офисах банка на сайте банк-декислынов.рф. Коммерческий банк Хлынов. Акционерное общество. Лицензис ОПРФ номер 254. Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Александр Рассохин. Да, второй час у нас. И напоминаем, что буквально через 25 минут к нам присоединится. Еще и Владимир Сметанин. Потому что по традиции в четверг нас ждет викторийная история создания. Да, все верно. А сейчас мы уже дождались. Пришла к нам Ольга Шаклейна. Шаклейна, председатель Совета регионального отделения экологической партии «Зеленая». Здравствуйте. Здравствуйте. Говорить мы будем про круглый стол. Состоится встреча в библиотеке имени Герцена. Посвящена будет как раз... Сейчас многие обсуждают, чем пахнет в воздухе нашу. Спустя через два часа буквально в библиотеке имени Герцена пройдет мероприятие. Кого туда позвали? Я могу сказать, что точно туда придут общественности. Это представители общественных экологических организаций. То есть тема только загрязнения воздуха у нас в Кирове. Только загрязнения воздуха. Туда придут у нас блогеры города, которые обсуждали эту тему в социальных сетях у себя, на страничках в Вейсбуке, ВКонтакте, в живых журналах и так далее. И туда придут представители природоохранных органов. Это природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и Министерство природопользования. Проблема с не только плохим запахом, неприятным запахом, но вообще общей загрязненностью воздуха будет обсуждаться. Да, то есть у нас там не только запахи от предприятий химических, нехимических и так далее. Тут еще будет обсуждаться тема транспортная. То есть транспорт тоже загрязняет атмосферный воздух. И люди жалуются, особенно те, кто живут в районе автовокзала. Невозможно дышать, особенно в жару. И зимой, как ни странно, хотя зима уже давно прошла, но скоро все равно будет. Поэтому тут недавно разговаривали с Андреем Николаевичем, чемоданом Министерства природных ресурсов. Он рассказывал, говорит, у них есть четыре точки, четыре перекрестка, которые они постоянно мониторят, которые у них находятся постоянно на контроле. И они смотрят, какое есть превышение по каким показателям. То есть это все равно мониторится, но тем не менее, на мой взгляд, мало мониторить. Нужно с этим что-то делать. Вот тут как раз вопрос, Ольга. Вот смотрите, все заметили действительно в последнее время, что действительно чем-то пахнет у нас в городе. И вновь виновными в этом запахе подозревают предприятия, расположенные на территории бывшего БХЗ. Эта история, которая у нас повторяется постоянно. Возможно ли это как-то решить тем, что вы соберетесь, будет круглый стол? И что? Во-первых, мы направляли письма. Во-вторых, мы ходили, вот меня лично, и я ходила и с блогерами, и с общественными организациями. Нас приглашали на предприятие Ворос, это которое находится на территории. Недавно, да? Да, недавно это вот мы ходили, как раз обсуждали. На предприятии ничем не пахнет. Но вас туда не пустили? Да. Вот на это предприятие, которое... Ворос, нас пустили, нам показали цеха, где они, нам показали, как они там, проблема еще была с водоочисткой, нам показали их водоочистку. Действительно, у них все очень чисто, у них там нигде ничего не пахнет. И у них стоит хорошая система вентиляции воздуха, очистки как поступающего, так и уходящего. То есть у них это все... Везде большой фильтр, просто не показать, не объяснить. Это очень просто большое помещение, это целые этажи на это выделены. Ну хорошо, там посмотрели дальше. Могу сказать, что нас пригласили еще на крышу этого предприятия. Вот там-то как раз запах и был. Вот такой легкий запах шампиньонов. Скорее всего, это какие-то запахи были с соседнего предприятия. Я не могу утверждать, что это именно БХЗ, потому что пробы они не дают у себя брать, насколько мне известно. Но все-таки к ним недавно попала природоохранная прокуратура, они взяли у них эти пробы. Но брали они у них не во время, когда пахло уже задолго после того, как это все пахло. И опять же, вот разговаривали с чиновниками. Они объяснили, как это все у них происходит. То есть в день, когда поступают звонки в администрацию города, в природоохранные органы, что пахнет. Выезжает туда группа проверяющих лиц, их они пускают, они сидят на проходной с этими баночками, с кляночками. Ну, я так утрирую. Их туда, в общем, они сидят целый день, их туда не пускают. По какой причине? По причине того, что это стратегическое предприятие, туда нельзя заходить просто так и так далее. Через несколько дней, когда они это все устраняют, их туда все-таки пускают. Остаются следы нарушения, что все-таки у них там где-то перекипело вот это вот ил там и так далее. То есть есть остатки, есть это все зафиксировано, есть фотографии и так далее. Но не доказать, потому что это было сделано не в день, а там через неделю или через пять дней. То есть это прошел определенный срок. И доказать, что именно это предприятие, ну, не могут наши органы это сделать. А можно как-то попытаться попасть на предприятие непосредственно? То есть минуя вот этот там КПП или что там? Ну, если, конечно... То есть согласно документам, может быть, какие-то получать? По документам туда не попасть, потому что, я еще раз говорю, что сидят там охранники, которые говорят, что это стратегическое предприятие, и туда никак нельзя пускать. Вы знаете, ну вас-то не пускают, но вот тут региональное отделение Общероссийского народного фронта обратились, они в генпрокуратуру, как раз по поводу неприятного запаха в городе, просит помочь в решении проблемы, активисты указывают, что к ним поступили жалобы более чем от 50 жителей города. Вот, может быть, в этом случае пустят? Ну, вот я и говорю, что пустили, после этого пустили природоохранную прокуратуру. Ну, пустили ее после того, как уже были какие-то нарушения... Замечены жителями? Нет-нет-нет, были убраны со стороны предприятия. Ну, вот я слышал, еще не помню точно, но вроде как эта организация и вообще земля под ними, она находится в ведении, в собственности, не знаю в какой именно форме, Министерства обороны. И вот как раз-таки потому, что это объект, на который непросто так зайти, и нужно здесь как-то договариваться с министерством. И, может быть, о передаче в иную собственность, может быть, о получении от них разрешения заходить на предприятие. Этот вопрос, может быть, что-то как-то тоже обсуждался, знаком вам? А вот пока он не обсуждался, вот сегодня мы будем обсуждать как раз результаты проверки, очередной их проверки. Может быть, это будет выглядеть, так скажем, немножко запоздало, потому что надо было делать проверки тогда, когда пахло, а не тогда, когда уже запахи немножечко исчезли. Но, тем не менее, мы это все посмотрим и будем решать вопросы, каким образом все-таки туда заходить, потому что брать пробы нужно в день, когда, день в день, когда пахнет, может быть, они пойдут на те условия, например, как Чапецкое предприятие пошло, поставило свои, свои, как они называются-то, свое оборудование по замеру как раз загрязнения. То есть, может быть, и они точно так же поставят, и тогда действительно можно будет доказывать свою невиновность или свою виновность. Но пока вот руководство никакого предприятия на себя такую ответственность в городе Кирове брать не хочет. И, скорее всего, в ближайшее время, я так думаю, не возьмет. Ну и слабо верится в том, что организация, которая не пускает проверяющие надзорные органы, начнет сама как-то поставить. Я могу сказать, здесь еще не с этой позиции, я видела их предприятие с высоты птичьего полета. И что могу сказать, это зрелище, можно снимать фильм в жанре антиутопия. Я думаю, здесь все сказано, потому что вот эти ржавые трубы, ржавые, старые, разрушенные, полуразрушенные здания, мне кажется, это все и говорит об их отношении к своему предприятию. Потому что если ты хочешь, чтобы у тебя бизнес просветал, если ты хочешь играть честно, если ты хочешь, чтобы как-то там действительно жить в ногу со временем, а экология-то уже как бы здесь и сейчас нужно решать проблемы, то нужно обращать внимание на те ошибки, которые ты допускаешь, а не открещиваться от них и переваливать вину на кого-то другого. То есть если ты виноват, ты должен признать это и каким-то образом решать. Если вот хороший пример был предприятие коммунальщика. Они приняли, они вначале отнекивались тоже от этой проблемы, но они ее признали, они полностью провели реконструкцию своих очистных и они стали действительно чистым предприятием. И сейчас они открыты и у них нет тех проблем, которые были. Почему не может это сделать? Это же биохим, если это действительно они виноваты в этом. Мне вот лично в это верится слабо. У меня один вопрос, только последний, перед тем, как мы уйдем на рекламу. Как давно вообще эта проблема стоит у нас в городе? С неприятным запахом. Проблема стоит, насколько я помню, с 2008 года, с 2007 года. Что произошло тогда? Почему? Тогда вот запахи были сильные. Может быть, эта проблема стояла и раньше, просто я ее особо не замечала. Я ее стала замечать, когда она подросла, когда наступило совершеннолетие и уже осознанный такой возраст. Потому что в детстве особо проблем никаких, там даже по запаху, не замечаешь. А тут все равно стало чувствовать, как-то нужно решать эти проблемы. Может быть, и раньше эти проблемы стояли. Ну и Советский Союз развалился у нас. А вот конкретно ваша организация этим вопросом сколько занимается? Наша организация занялась, вот партия занялась этим вопросом буквально вот с этого года. То есть совершенно недавно. То есть мы пробовали это делать через другие общественные организации, но там вопрос менее решает. Продолжим разговор после рекламы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке коммерческого банка «Хлынов». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Александр Рассохин. В гостях у нас сегодня Ольга Шаклеина, председатель Совета регионального отделения экологической партии «Зеленые». В библиотеке имени Герсона обсудит экологическую обстановку в нашем городе, в том числе и причину того неприятного запаха, который чувствовали многие в последнее время. Вы как раз вот этой темой чистоты воздуха, ваша организация, вы сказали, занимается год. Только начала заниматься с этого года, да. Особо еще ничего не сделано? Особо пока мы ничего не делали. Мы только начали принимать заявки, жалобы, я имею в виду, и начали в этом разбираться. Стратегия-то какая? У нас пока не разработаны, честно признаюсь, стратегии, потому что мы пока все это анализируем. Мы хотим создать совместно с активистами карту запахов города Кирова, потому что не только на юго-западе пахнет, пахнет и в других местах. Поэтому мы это все соберем. Ну и дальше будем решать проблемы. Первый шаг был сделан со стороны администрации. Большое ей спасибо за то, что они собрали тоже заседание, на котором было принято решение проверять предприятия. И те, кто не заходит, наверное, знаете, на которые предприятия не пускают природоохранные органы, тех очень жестко карать штрафами и так далее. Я считаю, что это вполне хорошая мера. Ну и надо дальше общественный контроль все-таки внедрять во все сферы экологической деятельности. Давайте еще разочек. Сегодня на Круглом Стале кто будет? Сегодня на Круглом Стале подтверждила свое участие это Казаковцев, Антон Евгений Вещ, межрайонная природоохранная прокуратура. Из Росприроднадзора мне назвали две фамилии, честно, я их не помню. Представители будут. Да, представители будут. И Андрей Николаевич Чемоданов сказал, что лично постарается быть. Ну вот, как раз-таки Андрей Чемоданов был у нас в эфире в январе. И он рассказывал, что главным загрязнителем воздуха в Кирове является автотранспорт. И то, что в общей массе выбросов автомобильные составляют от 53 до 56%. И самое интересное, что касается общественного транспорта, вот привычка у россиян, я привожу его слова, привычка у россиян ходить в свой автопром. Но, что характерно, наши автобусы отечественные, новые, которые выходят на линию, на 99% они укладываются в нормативно определенные требования по выбросу. Чего нельзя сказать об импортном автотранспорте. Правда, который БУ. И при этом Андрей Чемоданов говорил, что... Ну вот, есть критика также в адрес Дороничи, якобы, что на дружбе пахнет от них. Он сказал, что это не Дороничи. Это, опять же, как это называется... В общем, ветра в определенные... Это и ветра. Роза ветров от БХЗ, якобы. Нет, мы как раз с ним разговаривали по поводу Дороничи. А здесь был... В результате этого я так поняла, что Дороничи это все вывозят после свинюшек, вывозят все на поля, вывозят в жаркую погоду, ждут, когда это все подсохнет корочкой, и тогда они это все перепахивают. Но пока ждем, что это все покроется корочкой, вот этот запах, он все идет, 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 идет в сторону города. Ну, по его словам, я не знаю, в прошлый раз он тогда говорил, утверждал, что это запах сероводорода явный, а не того, что вывозят с Дороничи, и он идет якобы с БХЗ. Ну, вот про летний период такая информация, что летом они на поля, и на поля они должны это все вскапывать и вскапывать. В данном случае как-то что-то можно поменять, чтобы там для жителей дружбы, там периферии города, если виновник Дороничи, что-то поменять, как-то изменить? Склазировать это с умом и продавать в пакетиках. Нет, ну а заставить Дороничи как-то можете? Ну, пока, вот на данный момент мы никого заставить не можем. Да и не сможете, скорее всего. Да и не сможем, да, потому что у нас нет такого... Ну, я говорю вообще в общем про власть, бизнес, активистов, тех, кто родит за экологию. Это со временем, я думаю, года два-три, там все поменяется, вся как бы обстановка, это все поменяется, и пахнуть в городе станет меньше. Ну, хотя бы в это верить, давайте круглый стол ведь сегодня, вот два часа буквально такие уже, вот совсем скоро. Обозначили, кто из спикеров у вас сегодня там будет. Нужно понимать, какой результат, что вы, какие-то решения примете, разойдетесь-то на чем. Мы хотим создать карту запахов, как я уже говорила. Это сегодня будет? Это сегодня будет, то есть мы это все соберем, вот у нас есть уже свои точки примерно, где, откуда что пахнет. Плюс у нас еще придут природоохранные органы, они расскажут, может быть, мы где-то чего-то неправы. Примерно нарисуем, откуда все-таки роза ветров дует, в какие стороны она может дуть, а в какие не может дуть ветер и так далее. Ну, и какое-то совместное действие тоже выработаем, чтобы либо мы как-то чаще реагировали и совместно с ними ездили, потому что общественный контроль это тоже немаловажно. Когда ты приезжаешь не просто на предприятие чиновника, когда ты еще с общественной деятельностью, с чиновником приезжает, это немножечко более весомо. Плюс когда тут жители жалуются, и не просто там жалуются, бумажку там написали, а еще какие-то производят различные действия, я имею в виду пикеты и еще какие-то там мероприятия, то это уже на предприятии все равно идет моральное давление. И всем этим будете как раз вы и заниматься. Да. Что касается автотранспорта, потому что проверка проходила в мае, в Кирове больше половины проверенных автобусов не соответствуют требованиям экологичности. Говорили, что есть четыре перекрестка, которые вот самые задымленные, загрязненные. Не сможете вспомнить? Один точно на Октябрьске и Иворовске, там где постоянно пробка. То есть вот эти четыре перекрестка, это там, где постоянно бывают пробки. Обычно в час пик, либо днем вот... Проспект Октябрьский, улица Воровского. Да. Какие еще? Дальше у нас на Лепсе Октябрьский проспект вот это, и на Юго-Западе перед... Производственная Воровского вроде тоже говорили про него. Да, 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 производственная Воровского. Это три? Три, а вот четвертую, наверное, не вспомню. И что с этим делать? То есть как-то можно повлиять-то? Ну, во-первых, я могу сказать, так как я сама еще и вожу машину, здесь у нас иногда, не иногда, а в большинстве случаев пробки происходят из-за неуважения водителей друг к другу. Я тебя подрезал, вернее, ты меня подрезал, я тебя подрежу, я тут еще остановлюсь и еще накажу. И, соответственно, происходят аварии, происходит то, что я медленно еду, и я еще медленнее поеду перед тобой. Да ты не проскочил, да там, ну, в общем, и начинается вот эта вот непонятная гонка, и, соответственно, это все влияет на транспортный поток, и происходят у нас пробки. Просто из-за неуважения водителей друг к другу. Если бы было уважение, если бы была бы культура вождения, мне кажется, пробок бы не было, и проблемы с воздухом транспортно тоже бы не было. Но загрязняют-то все-таки воздух не пробки, а автомобили и выбросы, в частности. Как-то здесь, в этом направлении? Или, когда, если вот скапливается определенная масса автомобилей, и когда это сразу все... Да, вам просто это решается просто, нужно просто пересесть на велосипеды. На велосипеды, вот и все. Нет, это как бы один из вариантов. А что касается вот этих экоавтомобилей? Ну, я считаю, что это... Это, конечно, идеалы и утопия, возможно, для нас. Нет, почему идеалы и утопия? Мне кажется, что за ними тоже будущее. В Москве же уже они появились, и в других регионах. Но это же небольшой процент. Понятно, что это идеально, но для нашего общества... Ну, можно, во-первых, пересесть с большой машины на малолитражку. Ну, как же наши люди пересядут на малолитражку? Нужно же показать себя. На эту букашечку, да, эту вот таракашечку, которая едет, и там обзывать ее всячески, да еще и там всячески ее обзовут, кто там едет. То есть у нас люди просто не готовы к этому, особенно пересаживаться на велике. Хотя сейчас все больше и больше людей стали в летний период ездить на велосипедах. Но вот здесь проблема для меня, вот лично, я вижу спорную. Потому что я считаю, что некоторые ездят, да не считай, а такие есть. Многие велосипедисты ездят по тротуарам. Когда ты идешь, особенно с детьми по тротуару, вот они тебя везде объезжают. Ну, это реально проблема. А сейчас... Вот, знаете, по тротуару едет велосипедист, неудобно, мешается. Я согласна. По дороге едет, но неудобно. Вот водители, я уверена, ругаются. Ругаются, я их боюсь. Боятся нас. Поэтому здесь нужно решать проблему с инфраструктурой, и тогда будут все вопросы, в принципе, решены. Ну, понятно, здесь вопрос системный. Здесь каждый кает другого. Не туда мы с вами пошли. Хотя и велосипеды, безусловно, это хорошо. Такие вот круглые столы, может быть, какие-то еще совместные мероприятия с представителями власти. И ваша деятельность, как кировского отделения, зеленые. Ну, мы вообще хотим создать зеленую экономику. У нас даже лозунг. Зеленая экономика – это политика 21 века. Расшифруйте. Зеленая экономика? Да. Ну, во-первых, это зеленая технология на предприятиях. Это экологичность. Это все-таки есть такое понятие, как экоист. Есть эгоист, а есть экоист. Вот у нас пока эгоизм. Эгоисты как-то больше. Вот у нас эгоизм процветает. Да, экоист – это придерживаться всего эко. То есть это беречь ресурсы, которые у тебя есть на планете. Не только своих личных, но и, тем не менее, думать об окружающих. Ну, и, тем не менее, создавать альтернативу тому, что есть сейчас. То есть это и продукты питания без ГМО и без различных… А вы против ГМО, да? Да, конечно. Не уточнить. Я даже наоборот. Я хочу свой личный биовегетарий, чтобы там все как по-старому, все как в старинку, вот это вот все было, все выращивалось и так далее. То есть мне это очень по душе. Ну и, в принципе, мне кажется, что зеленые, они все-таки в будущем выйдут на первое место. Сегодня на круглый стол могут прийти все желающие. Все желающие уже звонили. В два часа в библиотеке имени Герцена. Ольга Шаклина, председатель Совета регионального отделения экологической партии «Зеленый». Сегодня была у нас в студии. На этом завершается дневной разворот. Впереди у нас в викторийной истории создания. Субтитры создавал DimaTorzok